МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите «Главное время местное». Сегодня в выпуске. Награда за мужество нашла героиню в Новошахтинске, храм всем миром строится в Миллерово и как олимпийская чемпионка из Каменска стала казачкой. О важных событиях в жизни Ростовской области продолжим через несколько секунд. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый в Ростовской области знак за мужество почты России вручен почтальону Анне Антихович. В прошлом году, не побоявшись грабителей, она дала им отпор и спасла материальные ценности пенсионеров. Сегодня награда нашла героя, вернее, героиню, о которой расскажет новошахтинская телекомпания «Несвятай». Отбившись от молодых и наглых грабителей, не пожалевших даже ее возраста, Анна Егоровна совершила настоящий героический поступок. Благодаря ее мужеству и бесстрашию, денежные средства многих простых пенсионеров остались в целости и сохранности. Меня сзади, с левой стороны, сильно вдарили. Ну, я стою и не пойму, думаю, что это такое. А потом, немножко, наверное, пришла в себя, они начали меня дергать в сумку. Не помню, как я упала, в шоке немножко было. И вот так вот ее схватила, и на нее упала, и держалась с обоими руками, и кричала сильно. И, ну, он, гляжу, их или трое было. И один стоял, ну, наблюдал, кто идет или нет, видать. А я думала, немножко сама за сумку держусь, а сама немножко поднимаю голову, и прям ему в глаза глядела. Травма головы, полученная почтальоном, оказалась неопасной. И Анна Егоровна уже на третий день вышла на работу и, как и прежде, продолжает разносить пенсии и почтовую корреспонденцию на своем участке. Трудно поверить, но эта хрупкая женщина уже почти полвека труится в Новошахтинском почтамте. Она не ведает отдыха, порой выходит работать даже в свой выходной. В этом году ей было присвоено самое высшее почтовое звание – мастер связи. В коллективе Анна Егоровна Антихович пользуется большим авторитетом и уважением. Работать с ней в команде – это честь и удача для всех почтальонов. Ведь ее умения и навыки проверены временем, а профессиональный опыт просто бесценен. Эта история произошла в середине декабря прошлого года. На Новошахтинского почтальона Анну Егоровну Антихович напали грабители. Она героически отразила нападение. Сегодня награда нашла свою героиню. Анна Егоровна, не думая о своей жизни, защитила материальные ценности пенсионеров. Поздравляя мужественную женщину, исполняющую обязанности заместителя директора управления почтовой службы Ростовской области Надежда Артюх, отметила, что главная ценность Почты России – сама Анна Егоровна. По ходатайству руководства Почты России Ростовской области Анну Егоровну Антихович наградили. В Почте России недавно выпустили вот этот знак, и Анна Егоровна является одной из совсем немногих, кому такой знак вручили. Во всяком случае, в Ростовской области это первый. Скромная труженица от такого большого внимания немного разволновалась. За все спасибо всем. Я радостно, что столько проработала, всю жизнь отдала почту. И так со мной обошлись хорошо. Все спасибо. В свои 73 года Анна Егоровна продолжает работать с почтальоном 19-го отделения связи. На участке ее называют ласково «бабушка Аня». Берегите себя, Анна Егоровна, и не болейте. Приносите в наши дома только радость и хорошие новости. Масштабный проект ведется сегодня в Милерово. На века строится храм святого Пантелеймона. В основном на средства прихожан. Имя тех, кто пожертвовал малым во имя веры, написано на каждом из кирпичиков. Отчего издалека похоже, будто стены храма покрыты солью. Продолжит Милеровская телекомпания. Вера – это главный ориентир в жизни. Многие прихожане знают это и стремятся прийти сюда. Не только поклониться иконам, спросить совета у батюшки, но и с удовольствием несут некое церковное послушание, убирают территорию, относящуюся к приходу, поют на клиросе и жертвуют во благо церкви и собственного спасения души. В основном на средства верующих сегодня возводится красивейший храм Милерова. Работы проводятся масштабные и сложные. Бригада специалистов – настоящие асы своего дела. В новом храме будут четыре больших круглых окна, колонны, выложенные в форме креста, специальная площадка для поющих на клиросе. Довольно сложная конструкция под будущими сводами церкви. Четыре бетонные арки возводились вручную. Многое еще предстоит сделать, чтобы воздвигнуть купол. Вот эти внешние четыре стены и вот этих притворов, они тоже завершались. Собственно, они уже закончились. Здесь остались только лишь своды. Но своды не просто каркас, а железобетонные. Делаются опалубкой, на которой уже будет округляться впоследствии для центрального вот этого барабана. Сам купол – это конструкция из железа, пластика. В этом месяце вновь были закуплены кирпич, цемент и арматура. Только на нее ушло около 200 тысяч рублей. Построение храма – это масштабный проект на годы. И, возможно, он станет кафедральным, радуя своей красотой милеровцев и гостей, так как находится на въезде в город. В двух городах устверждаются два главных храма. Называется это как бы кафедры, место проповеди, место особого присутствия нашего правящего архиерея, епископа. Вот в шахтах есть такой храм, храм Покрова. А в Милерово – это тоже кафедральный город нашего архиерея. Здесь избирается сейчас храм. И вот большая вероятность того, что именно наш новый храм, когда мы его с Божьей помощью воздвигнем, будет отмечен особым званием, титулом – кафедрального собора. Это будет поистине святое место на стенах именно тех, кто помог в построении храма, приобретя именные кирпичики. В каждом из них – частица человеческой души, которую не стереть со временем и реконструкцией. Действие символическое, потому что впоследствии имена закроются слоем штукатурки. Но чтобы человек осознавал, понимал свою причастность к этому делу благому, он будет знать, что вот там, где-то, в глубине штукатурки есть и его имя. Самое главное, что его имя Господь записал в книге жизни. Гордость Каменска Ульяна Донского теперь казачка. Клятву верности Дону олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповом многоборье произнесла в Атаманском дворце. С церемонии телекомпания города. На церемонию посвящения Ульяны Донского в казачке в Атаманском дворце собрались представители Донского казачества. Молодые казачата, ученики кадетского класса второй школы, пришли взглянуть на чемпионку и молодые успешные спортсмены Каменска. Начали встречу традиционно с молитвы. Затем Ульяна произнесла слова обещания. Я, казачка станицы Каменской, даю обещание всегда чтить и хранить в память в традиции своих предков донских казаков, обычаи родной станицы. И переложу все свои силы к возрождению донского казачества. Люба! 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 Атаман окружной станицы Каменской вручил Ульяне удостоверение и наградил медалью за возрождение донского казачества. К слову, такую же награду в этот день получил и Никита Толкунов. Собравшиеся настолько были рады видеть Ульяну в Каменске, что не смогли дождаться окончания мероприятия. Поэтому минцом встречи стала фотосессия. Под конец специально для гостей казачий хор исполнил несколько народных песен. Это были главные новости из удаленных уголков Ростовской области. Программу вела Таисия Киргеева. Смотрите Южный регион Дон. В вечернем информационном часе не пропустите главное время местное. Редактор субтитров А.Семкин